Всем привет! В этом видео я расскажу вам о производителе Лук. Данный бренд принадлежит компании Inno Chaffer. Компания была основана в 1965 году в городе Бюлле, Шварцвальд. Продукция данной компании это корзины сцепления, ведомые диски, комплекты сцепления, тросы сцепления, насосы ГУРа, опорные подшипники и многое-многое другое. В 1996 году немецкие инженеры создают саморегулируемое сцепление, которое позволяет улучшить срок службы сцепления и уменьшить усилие нажатия на педаль сцепления. Через год инженеры этого производителя создают автоматическое сцепление для самого маленького Мерседеса А-класса. Сейчас Лук является официальным поставщиком таких производителей автомобилей, как Daimler Chrysler, VAG, Volkswagen Audi Group, в которую входят и Skoda, и Seat. Также General Motors, BMW и многих других сборочных конвейеров. И в 1999 году автомобильный концерн General Motors присвоил фирме Лук звание поставщика года. Этой высочайшей награды были удостоены 6 из 30 тысяч поставщиков. Богатая история у данного производителя, не правда ли? Давайте же посмотрим воочию те детали, которые они производят. Сделаем внешний осмотр, обратим внимание на маркировки, на упаковки и на самые детали. Итак, у меня на столе лежит комплект сцепления для Suzuki SX-4 с двигателем 1.6. В данном случае в комплекте корзина диск, выжимной подшипник, так как он гидравлический, поставляется отдельно. В комплекте с диском и корзиной не поставляется. Вы не найдете ни от какого производителя. Я предложил клиенту выбрать фирму Лук, потому что вы только что слышали, насколько богата история у данного производителя. И насколько высок уровень запчастей. Открыв упаковку, мы обнаружим там с вами выжимной подшипник и больше ничего. В принципе, ничего быть больше не должно. Проведя осмотр подшипника, я обнаружил на нем некоторые маркировки. Но, к сожалению, именно от фирмы Лук маркировки я здесь не обнаружил. Обнаружил маркировку фирмы FTE, которая, возможно, является одним из участников концерна Лук. Возможно. Не знаю точно. По качеству детали выполнены идеально. Здесь придраться не к чему. Все четко. Везде, где должны быть маркировки, они нанесены. Как на самом подшипнике, так и на его основе. На самом подшипнике здесь также встречается маркировка FAC. Видимо, для FTE подшипники качения производит фирма FAC. О ней мы поговорим позже. В следующих видео, когда будет у меня пример для разговора. В этом плане, как вы видите, Лук выступил упаковщиком. Кстати, осматривая упаковку, я перестал в последнее время на ней обнаруживать made in. То есть, Лук перестали писать, где они производят свои запчасти. Ну, здесь можно и понять, почему. Потому что данное сцепление для японского автомобиля Suzuki, фирма Лук, это немецкая контора. Соответственно, в этом варианте, для поставки на европейский рынок, они выступают как упаковщики. Берут у оригинальных производителей. Это я сейчас вам покажу. На корзине здесь есть, на что посмотреть. Открыв упаковку, раскладывается она как робот-трансформер. Мы можем обнаружить диск, как я говорил. Диск их родной, Луковский идет. Здесь есть заводской штамм Лук. Помимо всех прочих маркировок. Но опять же, здесь все маркировки фирмы Лук. Только Лук. Диск выполнен идеально. Придраться внешне ни в чем. Далее. Ну, вот что касается корзины. В этом плане, я же говорю, автомобиль японский. Корзину Лук не стали производить, а взяли ее у Exidi. Это один из ведущих производителей японских производителей для внутреннего рынка Японии. Совсем недавно они начали выходить на европейский рынок и можно встретить сцепление фирмы Exidi. Хотя к Suzuki SX4 отдельно Exidi купить нельзя. Основываясь на личном опыте работы с данной фирмой, я вам скажу так. На моей БАЗ-2113 стоит сцепление непосредственно этого производителя. Работая его, я вполне доволен. Себя оно оправдывает. На нем я проехал уже около 38 тысяч. Я считаю, что, конечно, это еще не показатель пробега, но... Так как я в год наезжаю где-то 15-20 тысяч, полтора года не заглядывать, не заморачиваться, с учетом того, что я учил водить девушку на своем автомобиле, а вы знаете, что это такое сцепление, работает и справа. Многие из клиентов часто покупают отдельно диск или отдельно выжимной. Я бы этого делать не советовал. Сцепление это все-таки группа деталей, которая работает и пробегает одновременно, изнашиваясь. Поэтому мои рекомендации по замене меняйте комплектом сразу. Выйдет дешевле по работе и дольше по сроку службы. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. С вами был Роман. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова